И что же мы будем делать? Ну давайте тогда я... Здравствуйте, спасибо, очень приятно. Зовите еще. Да, как организатор этой встречи я как раз хотела поблагодарить всех присутствующих, дорогие друзья, дорогие преподаватели. Спасибо вам большое, что пришли. Особенно спасибо вам, Дмитрий Львович, что вы уделили время. Я практически не уходил, спасибо, очень приятно. Ну и давайте начнем тогда нашу встречу. И первый вопрос, стандартный. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий Львович, как вы пришли в литературу? Видите ли, никто не может при жизни сказать, что он туда пришел. Это такая вещь очень относительная. И я вообще не очень люблю называться писателем, потому что в этой кличке есть что-то не очень приличное. Писателем, например, в армии называют человека, который пишет все время какие-то длинные письма. Писателям в школе дразнят сочинителя. Есть хорошее слово «сочинитель», хорошее слово «литератор», как Ленин писал у себя в анкетах. Почему я этим занимаюсь? Потому что я не вижу смысла почти ни в одном другом занятии. Есть смысл в том, чтобы сочинять литературу или рассказывать о ней студентам. Все остальное довольно бессмысленно. Частным случаем литературы является журналистика. Это та же литература, только лучше. Потому что писать ее надо быстрее и с большим эффектом воздействия. Когда человек прочитал вашу книгу, он не обязан становиться умнее, честнее, добрее и так далее. Но если он прочел вашу газетную заметку, он обязан исправить конкретную несправедливость, вмешаться в судьбу конкретного ребенка, которого избили, или конкретного родителя, которого посадили, или конкретного избирателя, которого ограбили и так далее. Так что журналистика – частный случай литературы и более важный, более сложный ее случай. А, по-моему, ничего, кроме составления слов в определенном порядке смысла не имеет. Если, конечно, вы при этом обделены математическими способностями. Я ими, в общем, обделен. А для гуманитария писательство – единственная осмысленная деятельность. Понятно. А вот такой вопрос. Вы являетесь автором проекта «Гражданин поэт». И он появился сравнительно недавно, насколько нам известно. Можете также рассказать, как вы пришли к этой идее? Почему вы решили начать такой проект? Знаете, об этом уже столько раз рассказывали, что, наверное, это знаете уже и вы. Это получилось довольно просто. Я в 1982 году пришел работать в газету «Московский комсомолец». В 14 лет мне было. А вас еще всех не было на свете. Большей частью, во всяком случае. Вот. И я пришел туда внештатничать, потому что хотел поступить на журфак. А там работали два молодых талантливых человека, только что вернувшихся из армии. Андрей Васильев и Андрей Орлов, ныне Орлуша. Я проявлял очень большие журналистские способности. Очень быстро бегал за спиртным, когда меня за ним посылали. Ездил в те командировки, в которые им лень было ездить. И вообще работал таким, как это называется, прислугой за все. Но мне, тем не менее, очень это нравилось. Это была прекрасная среда для 1982 года. Очень хулиганская, очень веселая. Я там практически всему, что умею в журналистике, я научился там. Я с Васильевым очень подружился. А с ним еще дружил Миша Ефремов, который вместе с ним сыграл в гениальном фильме «Когда я стану великаном». Ну и как-то мы втроем регулярно встречались. Тем более, что с режиссером этого фильма «Инсурен и Туманян» я тоже дружил. А потом, как-то уже 20 лет спустя, когда была эта программа «Бай-бай-ноль-ноль» на канале «Дождь», Васильев и Ефремов устраивали там голубой огонек, выражавшийся в том, что они в прямом эфире сидели и пили. К ним приходили разные гости. И они на протяжении шести часов с этими гостями выпивали и разговаривали. И вот где-то на четвертом часу, когда им было уже довольно весело, они задались такой дикой. Ну вот ты пишешь стишки в новую газету, а давай Миша будет читать такие же политические стишки, но только они должны быть от женского лица, потому что Миша только что сыграл в кошечке, ему очень понравилось. Ну давайте попробуем. А потом так, в общем, мы написали вот эту Наташу Васильеву. Получилось, что женских лиц как раз нету, потому что пишутся все стихи каких-то мужских поэтов. Женских поэтов вообще очень мало, к сожалению. Ну и вот это пошло постепенно как-то развиваться. Потом случилась замечательная пиар-акция с нашим увольнением с канала «Дождь». Я до сих пор уверен, что Васильев это тайно проплатил. А после этого нас стали как-то знать. И это набрало некоторые темпы. Я единственное, чего боюсь, что про книжки, которые я написал, или про роли, которые Миша сыграл, или про газету, которую, в общем, с нуля сделал Васильев, со временем забудут. И останется только вот этот несчастный гражданин поэт. Чтобы этого не произошло, мы его в марте прикроем. У нас 5 марта последний выйдет номер, после чего прощальный тур. И мы начнем что-нибудь новое, что-нибудь другое и еще более смешное. Понятно. А может быть, Вы можете поделиться своими идеями по поводу вот этого нового, смешного? Да нет, у меня сейчас главная проблема, как мне сделать гражданин поэта на будущий понедельник. Потому что пока единственной темой являются таджики. И вот я думаю, каким бы это сделать, можно сделать Бориса Гребенщикова поэтом и сделать вариацию на тему песни «Тайный таджик», «Тайный узбек». Это было бы смешно. Но песню «Тайный таджик», «Тайный узбек» знают немногие. Объект пародии мало кому известен. Сделать можно что-нибудь таджикское, например, какую-нибудь вариацию на тему Фердуси. Но Фердуси, наверное, знают еще меньше. Сделать можно какой-нибудь Амар Хаяма. Ну, в общем, мы сейчас над этим напряженно работаем. Как таджикскую тему отразить? Если у вас есть какие-то идеи и, соответственно, поэты, я это с удовольствием рассмотрю. Ну, можно, конечно, делать пушки на таджике с шумной толпой по Бессарабии кочуют. Да, они сегодня над рекой в шатрах разобранных ночуют. Ну, ничего, до пойма пушки на таджике. Ничего так, да? С убийством, со всеми делами. Но пока никакой темы, кроме таджикской, не просматривается. Потому что если есть предложения, они принимаются. Если есть идеи, тоже будут рассмотрены и оплачены, возможно. Хотя деньги там скудные, скажу сразу. И, насколько известно, наши ассоциации, вы с недавнего времени преподаете в МГИМО на факультете МЖ. Вы с недавнего, уже два года. Ну, это все равно сравнительно. Спасибо, да, да, два года, чего что. Поэтому мы хотели бы услышать ваше мнение о студентах МГИМО. Поделитесь впечатлением. Здесь я в очень сложном положении. Ну, давайте говорить, в общем, максимально открыто, поскольку иначе это не имеет смысла. Вы все знаете, какую репутацию имела МГИМО в советское время. Это мажорская кузница, такая фабрика государственного лицемерия, откуда выходят в основном дипломаты и международные комментаторы. При том, что самое мерзкое, понимаете, что все это обставлено вроде бы, замаскировано очень тщательно, ну, было во всяком случае в советское время, под американский элитный кампус с его студенческими ассоциациями, с его свободой нравов, с его очень жесткими корпоративными принципами. Вот у нас здесь в Кембридже никогда нельзя то-то, то-то и то-то, да, там такой Хогвартс. Но Хогвартс, в котором учат разным отвратительным вещам, как раз антиволшебным, вранью, там, я не знаю. И при этом, понимаете, вот за всей этой элитно-американистой, за всей этой такой понтовой обстановкой очень все-таки проглядывал совок в его худшей версии. Ну, понимаете, как если бы безупречно лощеный человек, благоухающий хорошим парфюмом французским, одетый в хороший английский твидовый пиджак, вдруг при вас украдкой высморкался в занавеску или вытер палец о штаны. Вот это очень чувствовалось, вот это сочетание потного советского душка с душком такого британского парфюма. Это было очень похоже на дух элитной школы, как он описан у Селлинджеров «The Catcher in the Rye», если кто-то читал, я уверен, что читали, то очень было похоже. Потом, естественно, произошли разные подвижки, и элита стала обучаться уже не в МГИМО, как вы понимаете. Сегодняшняя элита учится в Лондоне, и поэтому в занавеске сморкаются там. И сейчас, вот давеча преподавая в Кембридже и надевая там подаренную мне, значит, конфедератку, я с очень теплым чувством обнаружил, что дух МГИМО немножко туда переместился. Я увидел там много наших, которые очень старательно англизируются, но элита ведет себя ровно так же. Это ровно тот же потный советский душок, такой замаскированный всякого рода там фибетой капой. Но, тем не менее, нынешняя МГИМО утратила, конечно, часть омерзительности значительную, почему я здесь и возможен, но взамен оно приобрело другие минусы очень существенные. Понимаете, в чем дело? Вот, как бы это так сказать? Всегда хорошо, когда дешевый вот этот понтовый дух элитарности уходит. Было бы хорошо, если бы ему на смену пришла трезвая, провинциальная, бодрая деловитость, активность, здоровый, не болезненный, не понтовый, а здоровый карьеризм, который неизбежен. В общем, чтобы сюда ударила какая-то свежая кровь среднего класса. Это отчасти произошло, я этому очень рад. И студенты в массе своей умны, активны и довольно деловиты. Другое плохо, что за ними, к сожалению, не стоит ни традиции, ни корней даже плохой советской традиции, поэтому их просвещенность очень относительна. И то, что они знают, тот контекст, который они знают, он ужасен. Даже школьную программу они помнят плохо. То, что внешкольные программы вообще находятся за пределами их понимания, они, к сожалению, очень просвещены в области компьютерных игр, что совершенно, на мой взгляд, упрощает и уплощает их понимание. Вообще гаджет стал играть в их жизни неоправданную большую роль. Круг их чтения узковат. Поголовно почти они страдают из ДВГ, которая теперь, как выяснилось, не есть болезнь, а есть черта нового времени. Когда-то это называли синдром дефицита внимания или шеложопия в простоте. Сегодня это называется клиповым мышлением. То есть человеку трудно усидеть в одном положении, слушая одну лекцию на протяжении, скажем, уже 20 минут. Поэтому преподавателю все время приходится демонстрировать какие-то совершенно цирковые навыки, там каждые 10 минут рассказывать анекдоты, иногда выводить кого-то из зала со смехом, там, ну вообще показывать фокусы, что в принципе в нашу профессию не входит. И, наконец, что особенно печально, ну во всем случае для меня, я говорю об этом с глубокой болью. К сожалению, никуда не делся комсомольский карьеризм, идеократия, вот это стремление потрафить новому идеологическому тренду, довольно часто православному тренду, который еще, кстати, очень плохо здесь понят. Вот ничего нет отвратительней православного карьеризма. А в некоторых персонажах я его вижу, и это очень печально. Хотя в массе своей, сегодняшнем ГИМО, закончу на оптимистической ноте, в разы лучше того рассадника пошлости, наглости и лицемерия, который мы здесь наблюдали в 81-85 годах. И потому что, сейчас вам скажу почему. Потому что элитное учебное заведение советского образца не имеет никакого будущего. А вот, знаете, есть такое выражение, пьяный проспится, дурак никогда. Вот здесь скорее наоборот. Дурак может поумнеет, набраться ума, набраться знаний, у него есть перспектива. А развратный фальшивый лицемер, пошлый, он обречен на гниение. Поэтому у нас с вами все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, да. Ну и целью нашей встречи является дискуссия между аудиторией и Дмитрием Львовичем. Нет, вы лучше поспорьте, а я послушаю. Да, мы ждем ваших мнений или вопросов. Лучше вопросы какие-нибудь задавайте. Лучше все, конечно, по литературе второй половины XIX века. Потому что, по крайней мере, мне проще на них ответить. Давайте что-нибудь разговаривайте. А то мы еще ведь можем поговорить, как вы понимаете. Нам это не проблема. Да, ушки. Да сидите, сидите. Почему нам не мог? То есть, когда убирали, когда вы его отдавали. Ну, вы очень хорошо себе это представляете. Да, вот я сижу, разложив перед собой название столичных вузов. И на кого Бог пошлет. Я и в школе, где преподаю, оказалось, случайно. Потому что меня оттуда позвали. Если бы позвали из другого вуза, пошел бы туда. Но позвали из МГИМО. Спасибо Юрию Павловичу Вяземскому. Дай Бог ему здоровья. А было предложение журфака МГУ. Но вот в голосе предлагавшего я чувствовал такую явную надежду, что я откажусь. И что еще от одной головной боли он будет избавлен. Что я как-то вот пришел сюда. Но это вовсе не значит, что... Ну, тут еще знаете, в чем удобство? Ведь я живу отсюда в пяти минутах. И это тоже очень важный фактор. Впрочем, до журфака мне тоже не очень далеко. Если есть еще какие-то предложения, я их охотно рассмотрю. Ужас. Да, давайте. Да вы прям без рук говорите. Не могли бы, пожалуйста, высказать свое мнение по поводу современной русской литературы? Какое оно вам видится? И в том, где ей возможно хотели бы изменить? Поскольку лично на мой взгляд то, что сейчас считается классикой, намного далеко от той признанной мировой классики. И хотелось бы знать ваше профессиональное мнение. И какое это ваше видение? Я не знаю, насколько оно профессионально. Видите, я же все-таки нахожусь внутри процесса. Понимаете? Я же все-таки как-то вот внутри этого занятия. Поэтому смотреть на него извне мне очень трудно. Ну, какие-то тенденции совершенно очевидны. Понимаете? Современная русская литература больше всего напоминает мне такого, знаете, сельского врача, который окружен голодными и бедными больными. Он отчаялся что-либо с ними сделать и занимается в основном выпиливанием лобзиком. Вот он сидит, а вокруг него пачками мрут несчастные. Сегодняшний читатель очень остро нуждается в том, чтобы ему оказали первую помощь. Понимаете? А литература занимается чем угодно. Каким-то... Ну вот, опять-таки, чтобы удержать внимание аудитории, мы знаем, надо кажд 10 минут рассказывать анекдот. Вот есть классический совершенно анекдот, когда, значит, ковбой хочет привлечь внимание девушки. И для этой цели он, значит, выкрасил свою лошадь в сиреневый цвет. И думает, вот я сейчас на этой лошади поеду. Она меня спросит, ковбой, а чего это у тебя лошадь сиреневая? Я скажу, да фиг ли лошадь, пойдем лучше со мной спать. И вот он на этой лошади горцует перед балконом девушки и всячески. И так девушка выходит, занимает, говорит, ковбой, пойдем со мной спать. Говорит, да фиг ли спать, смотри, какая у меня лошадь. Собственно, вот здесь такая проблема. Это такая сиреневая лошадь, которую и так красят, и сяк, вместо того, чтобы, значит, сделать что-нибудь с девушкой. Почему это происходит? Я понять, в принципе, могу. Может быть, писатель живет жизнью слишком отдельной от жизни большинства. Может быть, он ее не знает, может быть, ему дороже какая-то профессиональная самореализация. Но, в общем, скорее всего, это серьезная утрата профессиональных навыков. Он не очень умеет трахаться, но очень хорошо умеет красить лошадь. Вот тут он, для того, чтобы читателю было интересно, надо приложить какие-то усилия. Очень мало есть книг, которые способны сегодня читателя увлечь. Это серьезная проблема. Вот я, например, очень хорошо помню, что свою первую в жизни книгу Стругацких я прочел 8 лет. Это была попытка к бегству. И пока я ее не дочитал, я физически не мог отложить книгу. Уроки не сделал в этот день. В кровать ее взял с собой, под одеялом ее ночью читал, но дочитал. Так вот и здесь. Если книга по-настоящему увлекательна, вы от нее читателя не оторвете. Но задача в том, чтобы сделать ее увлекательной. А это очень трудно. Это требует знания, умения конструировать сюжет и так далее. Я не могу назвать за последнее время русскую книгу. Помните, как в «Пиковой даме» да разве бывают русские романы? А когда он присылает ей русские романы, отошли это князю Павлу и вели благодарить. Вот так и здесь. Я не помню русского романа, который мне интересно было бы читать. Серьезно говорю. Я мог бы назвать нескольких прекрасных писателей, живущих сегодня в России. Это прежде всего фантасты, еще не утратившие некоторых полезных навыков. Это Михаил Успенский, Андрей Лазарчук, Евгений Лукин, Сергей Лукьяненко. Называю просто те, кто в голову приходит. Далее Трускиновская. Очень много таких имен. Есть, безусловно, несколько замечательных авторов в полуфантастической, полубытовой традиции. Александр Житинский, Ксения Букша, Валерий Попов. Есть несколько, может быть, бытовых реалистов, которых читать неинтересно, но полезно. Например, роман Сенчина. Всегда приятно читать человека, одержимого такой ненавистью ко всему живому. Но назвать автора, которого бы я каждой книге ждал с нетерпением и вот так вот за нее хватался, я сегодня не могу. Некоторые исключения составляет Пелевин, которого новый роман мы будем вот в декабре, видимо, читать. Но, должен сказать, что и он меня уже очень давно не удивляет. То есть, я примерно понимаю, как это сделано все время. Это как, знаете, как те поддельные елочные игрушки. В магазинах появились поддельные елочные игрушки. Они выглядят совсем как настоящие, но в отличие от них не доставляют малышам никакой радости. Вот так и здесь. Как-то я радости не чувствую, а текст должен нести радость. Но, слава Богу, наша классика русская понаписала нам столько, что читать не перечитать. А есть еще второй ряд и третий. А на наш с вами век этого, безусловно, хватит. Да, пожалуйста. А процесс на современной поэзии? Вот тут немножко получше обстоят дела. Лучше, по-моему, вот только-только в драматургии. С поэзией хорошо. Отчасти хорошо потому, что это... Понимаете, для того, чтобы что-то появилось хорошее, должно быть очень много попыток. Должен быть огромный гумус, питательный слой, из которого что-то хорошее произрастет. В России поэтов, ну, страшное количество. Как сказал однажды Игорь Вертенев, помните, уход отдельного поэта не создает в природе брешь. В такой большой стране, как это, таких, как мы, хоть жопой ешь. Вот это очень чувствуется. Нас очень много. Стихи пишут все. Сегодня неприлично не иметь книги, просто. И после каждого гражданина поэта в провинции подходит 10-15 человек, дарит свои книги или свои неизданные стихи. Графоманские сайты в интернете переполнены. В России сейчас действует несколько очень первоклассных поэтов. Из поколения старшего – это Новелла Матвеева, Юнный Морец, Александр Кушнер. Олег Чухонцев напечатал новую подборку, хотя все больше молчит в последнее время. Замечательный поэт. Из моего поколения – это Игорь Караулов, Михаил Щербаков, но он постарше. Думаю, что можно как-то к нашему же поколению – нет, хотя это тоже старше, к сожалению – Вадим Пугач, замечательный петербургский поэт. Виктория Измайлова в Чите. Из более молодых, конечно, вот та же Ксюша Букша, которую я уже называл, она и просто пишет замечательную. Анна Рус, конечно. Аля Кудряшева, примерно через одно стихотворение. Ну, в общем, стараются люди-то, хорошо очень пишут. И я думаю, что как раз поэзия, которая как вода находит везде путь, она же ищет разные пути. Слэм, например, вот эта полуконцертная такая форма существования. Прозу вслух читать не будешь, а стихи – ничего, все это живет. Поэзо-концерты какие-то там, чуть ли не музыкальные, роковые явления. Ничего, нормально. Бесконечный рэп, очень талантливый часто. С поэзией все хорошо. Но это еще немножко потому, что поэзия ведь пишется от смутной тоски. А с этим у нас сейчас все просто великолепно. Да, пожалуйста. Дмитрий Леонидович, вот я очень внимательно слежу за вашими лекциями. И для меня вы со стороны выглядите как человек, который построил себя сам. Кошмар. Для меня такой вопрос. Вы не могли бы рассказать, как вы пришли к тому объему знаний, который вы сейчас имеете? Это объем, объем ей-богу, совершенно ничтожный. Это объем среднего курса русской литературы. Литература маленькая, напоминаю, всего три века, даже два. Нечего знать почти. Мне бы так знать Шекспира или Данте. Хотя их я немножко там, на лекцию им ему хватило бы, но мало. В общем, сделать в себя, не знаю, сделал ли я себя. Меня сделала прекрасная обстановка. Меня сделала, как вам сказать, удивительная пауза, удивительная смена времен. Я как-то сформировался в условиях позднезастойного Советского Союза, когда он был довольно интересный такой, привлекательный. Ну вот и тогда мне было интересно. И потом, знаете, какой может быть ответ на безвременье? Я говорил вот об этом в лекции о Рахметове. Только сделать себя, только противопоставить энтропии какие-то очень серьезные усилия. И вот в нашем поколении все сформировалось примерно так. Потому что заниматься общественной деятельностью было очень впадло, по сегодняшнему говоря. А вот собой заниматься было не впадло. Это было интересно. Потом у нас девушки были очень умные. Чтобы понравиться этим девушкам, надо было что-то из себя представлять. Как-то надо было обмениваться с ними цитатами, как-то нравиться. Читать стихи. То есть, ну это способствовало. Понимаете, если сегодня юноша знает много стихов наизусть, то это скорее камень преткновения в общении с девушкой. А тогда это как-то помогало. Можно было как-то ее к себе расположить. Может быть, вызвать сострадание. А уж если ты сам писал стихи, то это был вернейший путь к девушке. И девушки очень любили поэтов тогда. Не знаю, как сейчас. Но тогда многие потому и шли в поэты, что это открывало путь к девушке. Или к юноше, если вы были девушкой. Так что, если вы еще застанете, я уверен, что вы застанете, пройдет лет 30, и вы застанете эпоху позднего-позднего размерующего застоя. Правда, вас тогда уже вряд ли будут интересовать девушки и юноши. Но эпоха вот эта вот поэтическая у вас еще впереди, конечно. Да, пожалуйста. Вы себя больше-менее считаете поэтами или прозаиками? Престижнее поэтам. Но по объему толще прозаикам. Поэтому получается, что... Ну как... Видите, в чем дело? Я уже сказал, я себя считаю литератором. Называть себя поэтом тоже не очень прилично. Но в душе, конечно, поэтам. В душе поэтам. Ну как и Мишка, наверное, Ефремов в душе себя считает гражданином. Хочется быть поэтом. Прозаик это что-то такое считается. Помните, у Кушнера прозаик прозу долго пишет, он разговоры наши слышит, при этом отпевает чай, при этом льет такие пули, при этом как бы невзначай следит, как ты сидишь на стуле. Вот прозаик прозу долго пишет. Это что-то скучное. А поэт это что-то прекрасное, порхающее, всегда влюбленное, романтическое, пьющее. Опять же, девушки. Ну то есть как-то лучше. Да, пожалуйста. Знаете, сейчас появилось много людей, которые ориентированы на то, чтобы приехать жить в другую страну. Как вы считаете, где лучше жить в России или в другую страну? Понимаете, вам же 20 лет есть или нет еще? Есть, да? Ну до года 22, так я полагаю, да? Ну я не потому что, ничего дурного. Ну просто я считаю, что до 25 переезд оправдан и нужен. Да, потому что человек... Да спасибо, садитесь, ради бога. Или вы уже готовитесь бежать. Дело в том, что просто человек до 24, как вы знаете, а ну особо такие высокоразвитые особи до 26, продолжает развиваться физически. Он растет до 24 лет, еще кости гибкие там, да? Рожать очень хорошо до 24. То есть это такой период молодости, действительно, зеленой, после которой наступает довольно долгая акмея, такой период равновесия. 40-летний у кого-то, у кого-то 30-летний, но в общем плато. Вот как я в 24 года достиг своей нынешней массы, так ни на минус, ни в плюс от нее не отстраняюсь, не удаляюсь. Я понимаю, что мне нельзя ни толстеть, ни худеть, и более того, я не могу этого сделать. Даже если меня вот очень долго не кормить, будет все то же самое. Потому что, видимо, это какая-то масса ума, так причудливо перераспределенного. Вот. Когда человек достиг своего нынешнего облика, ему лучше оставаться там, где он живет. Потому что пересадка – это очень серьезная травма. Вы не можете себе представить меру ее серьезности. Она потом начнет вам отдаваться множеством разных, очень неприятных последствий. Болезнями физическими, нравственным кризисом тяжелым. Переезд на чужую почву не может быть легким. Понимаете? Он не бывает беспроблемным. Поэтому я бы не советовал уезжать. Тем, кому больше двадцати пяти. Тем, кому меньше, конечно, бегите на все четыре стороны. Я все время вспоминаю вот этот замечательный… Часто привожу это на лекциях как пример такой гениальной бунинской непоследовательности. Вот Иван Алексеевич Бунин встречается в 1934 году с Алей Цветаевой и Фрон перед ее возвращением на родину. Они сидят на лавке где-то там в Люксембургском саду. Бунин желчный, желтый, с козьими и страшными глазами, всегда как бы заплаканными, говорит. Дура, девчонка, куда ты едешь? К страшным чекистам, в страну, которая предала свою культуру, свою память, свое прошлое. Тебя убьют, тебя в первую же ночь возьмут. Господи, было бы мне 22 года, пешком пошел бы туда, ноги стер бы до колен. Вот это, понимаете? Поэтому тут все сложно. Я не думаю, что... Понимаете, вот Россия очень неприятная страна, очень. Мы все это знаем. С утра встанешь, в окно посмотришь, а еще и идти на лекцию куда-то, а еще и на работу. А если еще к станку, а вечером вернешься, включишь телевизор, вообще жить не хочется. А выпьешь, совсем жить не хочется. А с утра просто невозможно. То есть, ну, очень много трудностей. Не говоря уже о том, что она некомфортная, она вот то, что называется badly done, плохо сделанная просто. Приборы все как-то между собой разлажены, общество некомфортное, неуютное. Трудно жить. Но при всем при этом масса скрытых, глубоко сидящих преимуществ. Вот есть такой плод дуриан, которого кожура отвратительно пахнет. С ним запрещено ехать в транспорте, вы знаете. А внутренность его ванильный крем абсолютный. Вот это Россия. Потому что лучшая, безусловно, лучшая культура, глубочайшая, умнейшая, и музыкальная, и кинематографическая, и какая угодно. Не смотрите на нынешний уровень, сейчас просто деньги не у тех людей. Лучшая литература, безусловно. Лучшие женщины тут, я думаю, вам мужья Натальи Водяновой расскажут лучше, чем кто бы то ни было. Все-таки она, не будем забывать, что она нижегородская торговка фруктами, да. Безусловно, лучшие элементы социальной взаимопомощи, горизонтальные конструкции, все эти одноклассники РУ замечательно простроенные, социальные сети превосходные, никогда не дадут пропасть. Соседи вытащат откуда угодно, дадут денег, соли, звездюля, все. Вот прекрасно организованная горизонтальная страна. Презрение к власти. Паркуйся где хочешь. Ни один закон не соблюдается никем от премьера до дворника. То есть свобода удивительная, да. Атмосфера тухлая, в тухлой атмосфере вырастают всегда самые здоровые и полнокровные ей противостоящие, чистые. Посмотрите, как страшна атмосфера Николаевской России. И Лермонтов вам, пожалуйста, Адоевский, Саша, декабристы, все как на подбор, чудесная страна. В общем, мне для жизни гораздо удобнее она. Я очень люблю Америку, я очень люблю там гостить, мне ужасно нравится там работать. Может быть, даже лучшие книжки я там придумал. Но больше месяца я бы там не прожил никогда, просто потому, что если ты там в неположенном месте переходишь улицу, тебя немедленно остановит полиция и, может быть, заберет. Я к этому не привык. Да? И вам того же желаю. Не надо отсюда уезжать, особенно если вам уже 25 лет. Лучше нам нигде не будет. Зато весь мир смотрит и уписывается. Да, пожалуйста. Вы сравнили русскую литературу современно с врачом сельским, который... Сравнил, да. ...пильм и напильником. А с кем вы высказали современно-зарубежную литературу? У него очень... Очень хороший вопрос. С талантливым профессиональным врачом общего профиля, который замечательно справляется с насморком, с переломом, с вывихом, но пасует перед любым сколько-нибудь серьезным заболеванием. Потому что для серьезного заболевания нужны мировоззренческие корни для его лечения. Он их не имеет, к сожалению. Он, вот этот писатель, испорчен книгами типа «Фрейд» за 20 минут. Его знания мировой культуры крайне поверхностные. Опытных, талантливых, хирургически мыслящих таких писателей на Западе сегодня раз и обчелся, и их судьбы, как правило, трагичные. Таким писателем был Дэвид Фостер Уоллес, который повесился. Таким писателем был Джонатан Франзен, который, на мой взгляд, сильно испортился в книге «Свобода», хотя поправки были гениальным романом. Таким писателем до известной степени, я думаю, был Селлинджер, хотя мы не знаем, что он писал в затворничестве, и вряд ли когда-нибудь узнаем. Таким писателем остается Стивен Кинг. Писателем все-таки с очень серьезным философским бэкграундом. Из англичан можно назвать Коу, наверное, наверное, Стеллу Даффи, наверное, Каннингема. Вот он, кстати, завтра приезжает, мы с ним на эту тему поговорим. Может быть, еще пару-тройку англичан, которых я сейчас с порога не вспомню. Ну, Кассьюзен Хилл, конечно. Вот. А так довольно проблематично. Нет. Это хорошие рядовые атоларингологи, хорошие, крепкие такие братья Коновалы. Но они не очень умеют, а уж душу они не умеют лечить совсем. Там какой-то просто кошмар. Последний писатель, которого более или менее интересовала внутренняя жизнь человека, западным таким писателем, последний, был Фолкнер. Может быть, Стейнбек. Может быть, Стайрон. Вот на Стайроне великая американская литература закончилась. На Зримой тьме. Вот Зримая тьма – последняя книга великой американской литературы. Да. Латиноамериканская, на нее была замечательная исчерпывающая пародия Михаила Успенского, роман Федерико Астуриус Астахоэлья «Все, что шевелится». Вот это, к сожалению, экзотическая пряность, однообразие, бесконечное муссирование политических, очень одинаковых тем. Все это, к сожалению, в лучших образцах уже было у Маркеса. А дальше я ничего такого, увы, не встречал. Думаю, что после Маркеса, ну, Льоса, вот все, Борхеса я не причисляю к латиноамериканской традиции, и Картасера тем более. Это абсолютно европейские авторы. И мне кажется, что абсолютно мертворожденные. Правда, был совершенно гениальный роман одного автора. Сейчас я попробую его вспомнить, а может быть и не вспомню. Но вспомню. Вот вообще у меня к латиноамериканской литературе отношения очень сложные. Я боюсь, что ее сгубило этнографическое однообразие. Вся латиноамериканская литература помещается в роман «Сто лет одиночества». Вся практически. И ничего лучше этого сделать уже невозможно. Да. Вы сказали, что современная западная литература не может затронуть душу человека, потому что... Она может затронуться, у нее инструментария того нет. Мировоззрение, вы сказали. Мировоззрение нет. Затронули. А какое должно быть мировоззрение, чтобы поэту или прозыку затронули душу? А вот это интересный вопрос. Вот понимаете, что делает хороший детектив, например? Это я часто пытаюсь объяснять студентам, с которыми мы при преступлении и наказании изучаем. Почему интересен детектив только с философской подоплекой? Потому что автор знает, кто убил. Надо, чтобы автор сам что-то искал в детективе. И лучше всего, чтобы он искал Бога. Поэтому лучший детектив и писал Честертон. Мне кажется. Или Агата Кристи, которая тоже была одержима довольно серьезной мировоззренческой проблематикой. Нужно, чтобы у писателя было мировоззрение. Иначе нет того холста, на котором крепились бы его краски. Джойс, безусловно, человек неудобно читаемый, но тем не менее гениальный писатель. Почему? Потому что он плотно, философски интересуется проблемой человека. Интересуется как модернист, конечно. Но тем не менее, ну то есть, в смысле, интересуется по-модернистски экстремально. Его здоровый человек не интересует. Ему давай патологию. Но тем не менее интересуется. Если бы писатель со своей концепцией человека не пришел в литературу, она вся была бы на уровне Дарьи Донцовой. Писатель – это, прежде всего, своя концепция человеческого. Она есть у Достоевского, довольно спорная, но убедительная. Есть у Толстого, очень пессимистическая, но тоже убедительная. Есть у Горького, пожалуйста, да. В советской литературе у каждого была. Есть у Стругацких. Ну, в общем, ее много. Без концепции человека в литературу лучше не соваться. Вот такое у меня есть ощущение. А большинство современных западных литераторов, они знакомы с философией. Но вот именно что знакомы. Они слышали, что где-то был какой-то постмодернизм. А заключается он в том, что все дозволено. Хотя он заключается совершенно не в этом. Или что все равно всему. Я думаю, о постмодернизме и западной литературе, в общем, более-менее знает один Умберто Эка, который ввел этот термин. Но это не делает его книги более читабельными. Мне кажется, что некоторый философский опыт есть у Мураками. Но он так, опять же, мал и так поверхностен, что лично я не могу его читать совершенно. Ни одного, ни другого. Последний, по-моему, японский прозаик с концепцией человека был Уэкен Забор. Хотя, может быть, и здесь я не прав. То есть, у меня есть ощущение, что эти люди наслушались чего-то, но не надумались. Вот это самая большая, по-моему, проблема. Я не знаю, кого вы можете назвать из современных английских или американских авторов, где была бы реально серьезная метафизическая проблематика. Вот я раньше обожал приходить в американский книжный магазин. И для меня большое было счастье там выбирать, читать, следить за новинками и так далее. По-моему, после смерти Трумана Капота, которого я считаю лучшим из когда-либо рождавшихся писателей, американская литература ничего по-настоящему серьезного не дала. Ну, очень хороший роман у Олеса «Инфини джест». Еще хорошо бы найти хоть одного человека, который бы смог прочесть эти 1200 страниц сначала до конца. Но это видно, что это хорошо, по крайней мере. Есть один, по-моему, гениальный писатель, который вряд ли его имя вам что-то скажет, но вы его запишите на всякий случай. Это Марк Даниелевский. Он пишется как Даниелевский, хотя произносится, конечно, как Даниелевский. Он сын польского эмигранта, режиссера, авангардиста. Марк Даниелевский выпустил три романа. Первый из них «Хаос оф Ливс» гениальный. Второй «Революция навеки», по-моему, совершенно чудовищный, вообще нельзя читать. Это просто какая-то масса текста типографского, набранного очень неряшливо. И, кроме того, он пообещал вот сейчас серию из 15 книг, которая должна была уже выйти, но не вышла до сих пор. «Хаос оф Ливс» или «Дом листьев», если это можно так перевести, это лучший американский роман, который я читал за последнее время. Во-первых, это гениальный триллер, очень страшный. Очень страшный. Ну, примерно такой же страшный, как, я не знаю, ну, как «Страж» Маклина, если кто-то из вас читал его. А, кроме того, это очень просто здорово придуманная история. Это история о том, как человек купил дом, а в этом доме есть странное такое пространство, которое нигде не учтено, ни на каких планах этого дома, такой чуланчик. И самое удивительное, что этот чуланчик, он непонятно где находится. Вот если дом измерить с внешней стороны, в нем 15 метров, а если с внутренней – 16, вот если суммировать все помещения, непонятно, в каком измерении находится этот чуланчик. И вот он постепенно ходит в этот чуланчик, начинает там снимать, там оказывается гигантский лабиринт очень разных помещений, выбраться нельзя. Ну, там очень много наворочено, но это очень здорово, очень страшно. Вот такая история. Кстати, я упомянул Чарльза Маклина, его замечательный роман «Страж», «Уотчер», точнее уж, да, «Смотритель», тоже вот это хороший писатель, писатель со своей концепцией человека. Он ее приобрел очень интересным путем. Он вообще специалист по истории виски и по классификации виски, живет в Эдинбурге. Он выпил очень много виски. И пия его, постепенно начал понимать человеческую природу. Да, пожалуйста. Я недавно посетила спектакль на «Любе Третьевне», которая действительно просто потрясающая, очень яркая виска. По-моему, ужасная. Ну, нет, действительно, мне очень понравилось, но, единственное, меня вот после первого акта все время тревожила мысль «Любе Третьевне» или «Стражда». Потому что, действительно, очень ярко, в общем-то. Вызовите, она и приедет. Нет, ну, действительно, вот это пугало, но в то же время мне, действительно, ну, не знаю, я очень горда тем, что вы лишь выискнули и сделали. Да, спасибо. Я вам объясню. Понимаете, насчет спектакля «Медведь». Пьесу надо играть так, как она написана. А то, что сделал Рейхельгаус при всей моей любви к нему, это то, чего я не писал. Но там некоторые реплики сохранились. Они мне нравятся, это смешно. Из этих там реплик мне по-настоящему до сих пор нравится одна. Даже я вам не буду ее говорить. Не, ну, сходите, посмотрите, он забавный спектакль, но просто, видите, в чем дело? Там же кончалось тем, что... Вот очень дешевый спектакль, ну, был замыслен по пьесе. Я писал это для провинциальных театров. Там, в общем, все просто. Там декорация очень простая. Стена и дверь. Вот за этой дверью живет медведь. Он на сцене не появляется ни разу. Его все ужасно боятся. А под конец герой выходит с крохотным медвежонком на руках. Вот таким. Держит его вот так, как солдат в Трептов парке. Вот так прижимает к себе и говорит, только вместе со мной его убьют. Только вместе со мной. Вот. А там огромный медведь сделан, который надувается, который вот так потом сдувается. Этого ничего нет у автора. Это все режиссер реализует свои амбиции. Я очень люблю Рухельгауза. Спасибо ему, что поставил пьесу. Но со спектаклем эта пьеса почти ничего общего не имеет. Так что лучше вы купите книжку. За копейки. И там ее прочтите. Да. Как вы относитесь к барду Тимур Шауфу? Тимур Шауф – хороший бард. И человек хороший. Я больше люблю Щербакова. И это понятно. Но Тимур Шауф тоже на свою аудиторию хорошо работает. Аушки. Да, да. Для того, что вы любите какой-то. Вот тогда с вами два вопроса. Какая у вас любимая книга? Грасс Харп. А и что вы думаете о книге, которая «Другие голоса, другие комнаты»? Понимаете, во-первых, уже не первый. Все-таки опубликован летний круиз. Во-вторых, который лежал в коробке все это время. Значит, «Другие голоса, другие комнаты» – это чуть улучшенный по сравнению с более поздней версией «Убить пересмешника». Я, кстати говоря, уверен, что Харпер Ли, дай бог ей здоровья, послужила здесь всего лишь ширмой. Я абсолютно убежден, что «Убить пересмешника» написал Труман. Тем более, что он там и действует. Вот этот вот Дил голубоглазый, конечно, это он. У меня есть сильное подозрение, что «Другие голоса, другие комнаты» – это не очень удачная попытка написать готический роман на материале «Американского юга». Это хорошая книжка, хорошая для дебюта, очень хорошая. Но в ней такая стилистическая избыточность. Он немножко, как все люди его типа, он немножко еще играет мускулами, радуется, любуется собой. А вот смотрите, я могу и так, а я могу и сяк. Она пронзительно грустна, великолепна по интонации, но я гораздо больше люблю его рассказы этой поры. Особенно, конечно, «Найт-3», особенно, конечно, «Мириам», ну вот какие-то такие штуки. «Бутыль серебра», там какой-нибудь дурацкий. А настоящий гениальный капот – это «Дегросс Харп», конечно, лучше которой просто ничего нет. Я до сих пор, я так реву, когда ее читаю всякие разы. Это божественная книга. Это действительно правильно когда-то Стайрон сказал. «Хорош я писатель, но у меня фраза не звенит». А вот Трумэн так себе писатель, но у него звенит. Трумэн, конечно, гениальный писатель, что говорить. Я до сих пор помню, как Засурский, декан наш, пришел мрачный на лекцию в 1984 году, сказал, умер капота. А мы были продвинутые дети и говорим, а что же он вот последние 20 лет-то не писал ничего. Ну, он писал, но мало. И он с горечью сказал. Потому что талантливый человек, в отличие от бездарного, может писать не во всякое время. Вот это очень точная формула. Капот и гений. Да, пожалуйста. То, что эти писатели сопровождаются, то есть соприкасаются не с реальностью, а со своими иногда очень талантливо сконструированными фантомами. Они пишут не про жизнь, а про собственные фантазии. Пишут не про реальность, бесконечно сложную и богатую, а про книги, которые они прочли. В особенности это касается Борхеса. Борхес не психолог, на мой взгляд, Борхес экспериментатор. Картасер чуть поживее, там, в книге Мануэля, например. Но он тоже такой умозрительный, сухой левак. И все его герои, и он сам, больше всего думают о том, как они выглядят. Больше всего любуются собой. Невероятно позируют, выделываются. Постоянно упоминают какие-то вещи, которые могут только молодых волновать. Это литература подростковая, студенческая. Автор любуется тем, что он курит, тем, что он спит с женщиной, тем, что он пьет в забегаловке. Но он очень много думает о смысле жизни, но жизни он не ведет, он не живет, не работает. Вот такой же умозрительностью отличается, скажем, замечательный по идее роман Картасера «Игра в классике». Ну и модель для сборки, пожалуй, тоже. Это прекрасные модели, но удивительным образом эти модели не летают, не работают. Эта модель и непонятно чего. Вот когда вы собрали эту модель, она не едет. Почему, не знаю. Маркес, там в одной странице Маркеса больше ума и таланта, чем во всем Борхесе. Но это мое идиотское мнение. А умные люди, они, конечно, любят Борхеса все. Потому что умные люди, они очень сильно всегда любуются своим умом. А нас, дураков, рассматривают как второй сорт. Ну и хорошо, я лучше буду второго сорта. Тем не менее, Нобелевскую премию получил Маркес. А Борхес не получил. Очень хорошо Набоков сказал. Набокову сказали, вас часто сравнивают с Роб Грие и Борхесом. Как вы себя чувствуете в этом ряду? Он сказал, как разбойник между двумя христами. Вот это, по-моему, правильно. Да, пожалуйста. Это моя самая лучшая поэма. Спасибо вам большое. Я ее очень люблю. Очень. Да, хорошая поэма. Я ее люблю ужасно. И я горд ужасно, да. То есть вас интересует, откуда она взялась? А это очень интересно было. Это у меня был роман с девушкой, очень известной сейчас, очень известным режиссером. Мы до сих пор, встречаясь, вспоминаем об этом с большой радостью. Вообще крутая была история. Сейчас вспомнишь, просто вздрогнешь. Кинорежиссером. Она сейчас уже иностранная гражданка, украинская. Ну вот, но она и всегда была украинской гражданкой. А у нас такие были сложные отношения. Мы друг друга как-то все время тренировали, дрессировали. Вместо того, чтобы просто жить. Ну, как всегда, знаете, бывает, сколько мне было тогда лет? 27, да, 26. Вместо того, чтобы просто жить, все время, значит, устраиваешь какие-то эксперименты. Отвратительные было чувства. И мы, конечно, измучили друг друга ужасно. Поэтому самым идиллическим периодом в нашей жизни был путь 93-го года. Когда нам было не до этого взаимного мучительства, а вся Москва ждала, что сейчас пойдут аресты, расстрелы, там, бомбардировки. Ну, у вас фиг ли там, бомбят Белый дом рядом. У нас была снята квартира на месяц, что она была в Москве. Кстати, она регулярно ездила вот тут рядом в Лумумбу отбирать негра для своей картины. Ей нужен был негр, афроамериканец. Вот. Месяц она жила в Москве. И мы, значит, ночевали, естественно, в этой квартире. Каждый вечер за окнами перестрелка. Ну, и вот такое, знаете, смерть всегда как-то очень обос... Не смерть, а даже опасность. Она очень обостряет любовь. Любовь становится острее в этом присутствии. При этом изумительной красоты осень, все золотистое такое, свет такой мирный, песочница внизу, никто в ней не бегает, потому что полят везде. Так все красиво, здорово. Я до сих пор помню самое экзотическое впечатление, чтобы я от газет своей, от собеседника, чтобы попасть вот к Хаммер-центру, где была ожесточенная перестрелка, а там ограждение стоит. Я, чтобы туда попасть, пошел через московский зоопарк. И, как сейчас помню, доброжелательная служительница, она меня узнала в лицо по пресс-клубу, провела меня через вольер с жирафами. И вот это был такой сюр, понимаете, там пальба, тут жирафы какой-то, блин, как у Лимонова, какая-то война в зоологическом саду. Ну, как-то, в общем, все это вместе, вот эти бурные ночи, проводимые под звуки пальбы, они, да, из этого получился военный переворот. Там у нас военный переворот, на улицах всякий хлам, окурки, гильзы, стекло, народ сидит по своим углам. Ей очень нравилась эта поэма, очень веселилась она, да. А потом вдруг в одночасье как отрезало, как только закончился военный переворот, стала мирная жизнь, и вдруг она не приезжает в эту нашу квартиру. Мобильных телефонов еще нет, ничего нет. А на следующий день я ей звоню, она уже в Киеве, говорю, там, что случилось. Она говорит, Быков, я все поняла, я не пущу тебя в свою жизнь. Ты ее мне сломаешь, а я вот буду, да. И вернулась к мужу. Но, но, ну, то есть, как бы, понимаете, жизнь вошла в свою колею, да, переворот закончился, о чем я очень жалел. Но, вот, поэму я из этого сделал, как говорил Бродский, если смог состричь с романа стишок, и то уже утешение. Да. Да, пожалуйста. Вот, продолжение темы. А все ваши стихотворения представляют, что ваши личные какие-то искусственные отношения, или это история про них людей, продуктные оскорбленные оскорблении? Нет, в основном это все-таки личный опыт, понимаете. Но это все равно, что вот эта кровь из вашей раны, да, нет, к сожалению, из чужой как-то не научился, да, какой-то был бы вампиризм. В основном это личный опыт, и даже, я бы сказал, это какое-то посильное врачевание, да, уврачевывание личного опыта, потому что иначе как-то не очень, не очень понятно, зачем этим заниматься. Да, это в основном было про себя. Ну, кроме тех вещей, которые пишутся в новой газете, и которые, в сущности, являются собой там вещи не из личного опыта, а такие публицистические, это, ну, это же и не стихи, я и не отношусь к этому как стихам. Да, чего? Ваш творческий план. Нет, нет, я бы не специально, я бы не разошла, мне очень нравится. Спасибо. А из ваших опыта, если у вас счастливые? Поэты счастливые? У вас счастливые пары. Пары? Очень много. У меня счастливая сейчас пара абсолютно, да. Нет, как раз гармоничных очень много бывает пар. Знаете, вот страшную вещь я тоже вам скажу, вы, если не хотите, то не обращайте на нее внимания. Но ведь в чем проблема молодости главная? Я думаю, что человек очень хорошо умеет в этот момент, или, по крайней мере, все время хочет заниматься личной жизнью своей, но совершенно не умеет делать этого. Нет навыков взаимного притирания, нет умения заниматься общим делом, что очень сплачивает. Еще больше любишь себя, чем другого, как правило. Выбираешь другого не по тем критериям. Выбираешь либо какую-то знаменитость, либо деньги, либо слишком броскую красоту, вместо того, чтобы различить интересность. Прекрасен человек, с которым интересно. Это не значит, что он должен быть нищий, дурно пахнуть, но он, как правило, не слишком блестящий. Он, как правило, не умеешь различать эту глубину. И я по молодости лет довольно много наошибался в том смысле, что я как-то ради себя заводил эти отношения. А надо не ради себя. Но это простительный эгоизм юности, который у меня прошел довольно быстро. А потом я начал встречаться с более серьезными девушками, и мне уже было интересно. Есть такое у меня в одном романе есть такая фраза, которую я очень рекомендую, чтобы уж лишний раз себя попиарить. Никогда не следует принимать неумение себя вести за особое свойство высокой души. Вот не надо. Это очень часто бывает. Когда человек не умеет себя вести, нам кажется, что это признак высокой души. Это не так. Это признак душевной глухоты и тупости. Но вот и все. А счастливых пар я вижу вокруг себя множество. Просто большинство этих счастливых пар очень быстро разбегается, не находя общего дела, не находя чем заняться. Поэтому я предпочитаю всегда иметь дело с коллегами, и вам того же желаю. Вот я был очень счастлив в первом браке. Это был прелестный брак. И мы до сих пор очень дружим. Но в диссертации кандидатской своей жены, которая теперь уже доктор биологических наук, я мог понять только слова «отсюда следует». А так нельзя. Надо, чтобы люди делали общее дело. Дети бывают хороши еще. Дмитрий Георгиевич, я хотела бы у вас спросить по поводу вашей позиции как раз в будущем России. Потому что литература – это как вид искусства, в принципе, как и кино, которое, мне кажется, призван сделать мир лучше. Если анализировать литературу в целом, то это, скорее, одна из способов человеческой недовольтворенности. Потому что в российской литературе авторы скорее описывают, или, что еще хуже, смеются на ситуацию. В западной появляется герой, который пытается изменить ситуацию, но потом его же автор либо убирает, либо убивает, либо… Это интересная мысль, да. Самоубийство. Соответственно, вот завтра к нам приедет известный режиссер, как вы увидели, объявление фильма «Елена». К нему тоже есть много вопросов по поводу его работы. Как он видит развитие ситуации? Так, хотелось бы спросить вас, ваше мнение, что или кто должны появиться в современной русской литературе, чтобы сделать Россию лучше? Братцы. Бродский когда-то сказал, трагедия не там, где гибнет герой, а там, где гибнет хор. Понимаете, нужно, чтобы появился хор, чтобы появилась масса. Эта проблема не решается появлением героя. Замечательно, как-то сказал Виктор Астафьев, что вообще-то в русской литературе действующий герой встречается реже, чем герой страдающий. Я против абсолютно того, чтобы видеть в действующем герое какую-то панацею. Страдательный герой иногда бывает важнее, герой терпеливец, герой действительно богоносец. Но я категорически против действующего героя, потому что он, как правило, действует не очень понимая, чего он хочет. Он такой кулачник. Нужен герой рефлексирующий, думающий. Я за то, чтобы появился опять вот этот слой городской интеллигенции или сельской, который был в 70-е годы и который удерживал страну от падения на дно. Нужно появление этого слоя. Судя по вашим вопросам, лицам и манерам, он постепенно нарастает. Хотя очень медленно. Хотя еще из-под этого нет-нет и шибанет простым душком каким-нибудь. Но постепенно снизу этот слой нарастает. Не простым душком не в смысле социального происхождения, а в смысле душком простоты, поверхностности. Но постепенно он нарастает. Я посильно этому способствую. Вы вот способствуете. Видите, какие у вас люди хорошие. Тут все, Звягинцев приедет. Меня позвали. То есть, ну что-то есть. Так что постепенное нарастание этого слоя. Есть ответ на все вопросы. Ну, а масса вещей что? Я просто думаю, что если бы эти вещи произошли иначе, может быть, я бы расплатился гораздо худшим образом. Может быть, я по минимуму еще отдал. А так бы хуже было. Вот у Житинского есть же это гениальный пояс часы с вариантами, где мальчик начал переигрывать свою жизнь благодаря таким волшебным часам. А дальше все стало становиться хуже и хуже. Поэтому я бы многое изменил теоретически. А на практике не изменил бы ничего. Вот только что вышел последний роман Стивена Кинга. Очень хороший, по-моему. Там герой называется там 22-1-63. Там день убийства Кеннеди. Кинг, когда он узнал об убийстве Кеннеди, 16 лет был парнем, он решил, что он обязательно вырастет, изобретет машину времени, вернется и его спасет. Ну вот он там вырос, вернулся, спас. Вернулся в 2011 год, а там ядерная война. Вот так что, может быть, не надо все-таки. Так что нет. Я жалеть жалею, но как-то теоретически. А на практике все было правильно. Я чувствую, что мы иссякаем. Потому что я-то могу долго, вы знаете. У меня тогда вот такой вопрос. Давайте, да, и так уж сейчас сидим. Какое у вас представление о молодежи современной в целом? Сейчас я просто пытаюсь так сформулировать, чтобы это было не поверхностно. Мне кажется, что происходит очень печальный процесс, боюсь, неизбежный. Эволюция пошла по двум веткам. Вот если кто-то читал «Волны гасят ветер», третью часть трилогии Стругацких, пошло вот это деление на людей и люденов, и оно пошло неконтролируемо быстро. Лучшая часть этой молодежи развивается необыкновенно быстро, очень талантливо. У них великолепные потенции, и, условно говоря, это, конечно, некоторая надежда. Они лучше нас. Они составляют процентов 10-15 этой массы. Остальные 90-85 процентов медленно, потому что большая масса, откатываются назад. И у них уже нет общих тем с этими люденами, у них уже нет общих интересов. Они живут жвачкой, и постепенно они деградируют, потому что если человек не растет, он падает. Это вообще известно, как велосипед. Если он не едет, он в кювете. Каково будущее России в связи с этим расслоением, я пока не знаю, мне трудно понять. У меня в любой группе студенческой, у меня их несколько, в МГИМО и несколько, еще в разных университетах, наблюдается одна и та же картина, которую я очень боюсь. Сидит пять таких умных, что я не всегда могу ответить на их вопросы. И в каждом классе в школе у меня та же история. И двадцать таких, у которых вопросов нет и не будет. Это не значит, что здесь та же картина, вот если кто здесь из моей группы сидит, она как раз довольно такая сглаженная. Но в принципе я и там вижу трех-четырех очень умных, ужасно умных и медленно сползающих назад остальных. Можно ли избежать этого? Нет. Боюсь, что это судьба всего человечества. Но в России все всегда быстрее. Поэтому мы скоро расслоимся на десять процентов гениев и страшно сказать кого. Вот если говорить серьезно. А как вы говорите развитие общества глобально? Вот понимаете, я не знаю. Вот самое ужасное, что я не знаю. Если бы я знал, как оно будет развиваться. А я этого не знаю. Потому что у Стругацких вопрос решен просто. У Стругацких людены исчезают. А как он решен будет на практике, я не знаю. Ведь самое ужасное, что люденами себя считают не те. А вместе с тем людей высшей породы сейчас очень много. Они пишут замечательно, они развиваются быстро. Но им делать нечего. Допустить, что они все уедут, я не могу. Потому что в них, как в людей высшей породы, встроен патриотизм. В зависимости от страны, от языка. Поэтому боюсь я, что просматривается всего два варианта развития. Хотя осуществится, как всегда, третий. Первый – это тайный приход этой новой элиты к власти. Тайный приход, непонятно как. Нет. Мягкий вариант. Какое-то проникновение постепенно. Инфильтрация. Какая революция, что вы. Это один вариант. Ну и второй, более очевидный. Это их превращение в интеллигенцию нового типа, которая живет очень узким кружком и ни на что не влияет. То есть такой институт чудаков, как это обозначено у Стругацких. Такой вариант Логовенко, условно говоря. Допускаю я эту возможность? Вообще есть люди, которые читали «Волны гостей» этих? Тогда мы, да. Ну вот тогда все понятно. Она одна и сидит. Вот. Тогда, значит, ну, видимо, так и вот институт Логовенко. Вот это единственный вариант. То есть либо… Или вот «Гадких лебедей» ведь все читали, да? Вот тогда мокрецы, которые сидят в этой резервации и тайно решают судьбы мира. Причем никто не знает, кто на самом деле в резервации они или остальной город. Понимаете, вот в чем дело. Так что для меня лучше, конечно, чтобы они пришли к власти и спасли Россию. Это было бы идеально. Но боюсь, что осуществится второй вариант. Они сидят в закрытом институте и там предаются своим забавам. Что вас больше всего поражает, когда вы ездите в Россию? Чудовищный уровень жизни большинства людей. Страшные какие-то бытовые неудобства. Дикий неуют их жизни. Грязь, неустроенность, отсутствие работы, нищету. Вот это поражает ужасно. И поражает то, что живя так, они сохраняют и человечность. И ум, и интерес. И не сразу убивают человека, приехавшего из Москвы. А иногда не убивают вовсе. Вот как-то так. Да, пожалуйста. Ничего, ничего, там за вами еще девушка. Переводитесь. У меня вопрос достаточно банальный. Я не знаю, должна ли что-то литература, и что она должна, если я что-то должна. Ну, знаете, формально говоря, она должна делать одно. Тех маньяков, которые без литературы стали бы полноценными маньяками, она должна путем аутотерапии излечивать. Спасать писателя от того, чтобы он стал чудовищем. А это очень хорошее дело. Но если говорить более широко, то литература, как замечательно сказал Чингис Айтматов, это способ воображения пережить очистительную трагедию. Чтобы не переживать ее в реальности. Вот это она делать должна. Если она этого не делает, то и зачем она нужна? Да? Да, пожалуйста. Как вы относитесь к юмору в литературе? Как исключительное средство для создания более интересного текста и внешнего поэта? Это лучшее определение юмора дал Искандер. Человек ползет к пропасти, заглядывает в нее и отползает обратно. След, который он оставляет, называется юмором. Боюсь, что это так. Это такое спасение от пропасти, спасение от ужаса мира. Ну и потом, понимаете, да, скучна еда без соли. Это такая необходимая приправа. Да? Какие литературные произведения вообще, когда вы могли бы называть самыми гениальными, которые вас что-то изменили? Я пять книг обычно называю. Это «Исповедь Блаженного Августина», «Лучший европейский роман», «Легенда об Улиншпигеле», конечно. «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой, «Человек, который был четвергом Честертона», «Анна Каренина Толстого». По настроению я могу сюда добавить одну книгу или две, или не добавить. Но для вашего возраста, для вашего поколения есть два блестящих писателя, три даже, которых я бы назвал обязательно писатели позднесоветского времени, которых вы вряд ли знаете, но которые вам очень помогут. Вот просто запомните их имена. Это Сусанна Георгиевская с романами «Отец», «Лгунья», «Колокола». Прекрасный писатель, почти забытый сейчас. Это Константин Константинович Сергеенко. Блистательный писатель, которого сейчас начинают знать широко. И это Александр Израильевич Шаров, тоже превосходный писатель, сказочник, фантаст. Его сын Володю Шарова вы знаете, конечно, но папа был тоже замечательный. Еще мне очень нравятся стихи и прозы Галины Демыкиной. Это был замечательный писатель. Вот тем, кому от пяти до двадцати лет, их книги дадут бесконечно много. Из Сергеенко в особенности, конечно, кейс «Адмирал Тюльпанов», «Дни поздней осени», «Белая рандель». Я сейчас вспоминаю просто, какое это было упоение в моем подростковом возрасте. Я до сих пор их перечитываю и прусь, как это сделано. А вот странная штука. Я как раз сейчас пишу роман «Автор», называется он «Автор». Как раз роман о Тихом Доне, такой небольшой, довольно забавный. Там очень хитрый вариант. Очень интересно разбирается проблема авторства Тихого Дона без дураков. Даже ужасно чешется язык рассказать, но не расскажу. Что бы я убрал? Ну, начнем с того, что бы я добавил. Леонида Андреева в большом объеме. Куприна в большом объеме. Советскую литературу Олешу обязательно, Бабеля обязательно, Катаева обязательно, Южан всех. В большом количестве пильника полезно. Артема Веселого, Россию крови умытая. Что убрал бы, вероятно, жизнь и судьбу, ее все равно никто не считает и не понимают. Добавил бы Иренбурга обязательно. Чего? А проходит что? Вот в том-то и проблема. Вот теперь проходит название. Проходит Хулио Хуренито, самый фильетонный его роман. Надо бурю проходить, конечно. Будет буря, роман действительно великий. Ну и так далее. В общем, Стругацких изучал бы гораздо более детально, потому что это вся хроника советского проекта. Трифонова добавил бы в обязательном порядке. А Фадеева бы, конечно, убрал. Горького бы сильно сократил. Вот. Ну, а и Довлатова убрал бы точно и близко бы не подпустил. Вот примерно так. Да. А Маринкова подорожил? Нет. Я вам скажу почему. Понимаете, «Циники» – хороший роман. «Ночь понтиста» и все остальное вообще никуда не годится. То есть Маринков – интересная фигура, хороший человек. Но вот «Циники» – это роман не для подростков, конечно. Потому что они начнут поголовно изменять друг другу и стреляться. А это не очень хорошо. Это вообще роман о дешевеньком таком демонизме. Хороший роман, безусловно, но лучше его в школьной программе не читать. Ау. Почему вы украинской области? Сейчас объясню, только девушке отвечу. Почему вы украинской области? Потому что… Ну, слушайте, ну это разговор на час. Ну, потому что есть эренбурговская идеология «Буря и девятый вал», из которой очень точно Гроссман слезал всю форму и многие мысли, и ход. Но вот роман Оренбурга – еврейский, роман Гроссмана – иудейский. Я считаю, что понять этот роман во всей совокупности его иудейской проблематики может только человек взрослый, серьезный, прошедший многие искусы. Я не считаю «Жизнь и судьбу» хорошим романом. Притом, что местами это великий роман, безусловно. Великая не обязана быть хорошим. Но это роман не подростковый. Роман, с которым надо очень мучительно разбираться. Роман, который несет в себе следы чудовищных авторских компромиссов, внутренней борьбы. Борьбы иудейского с советским. Не для школьников этот роман. И «Сталинград», который там дан, это не тот «Сталинград», который, мне кажется, убедителен. Вот убедительный «Сталинград» – это Виктор Некрасов в окопах «Сталинграда». Вот это я бы давал. Что касается Довлатова, это классическая литература среднего вкуса, рассчитанная на очень среднего человека, легкая, жевательная. Вот то, что называется, ты не холоден и не горячий. Поэтому она мне очень неприятна. Понятно. Я боюсь, что я и так уже превысил все сроки. Спасибо вам большое. Если что, вы можете ко мне подойти потом, и я вам все расскажу. Спасибо. Можете вы что-нибудь пожелать напоследок студентам и всем собравшимся здесь? Знаете, есть такой хороший тост. Первую его половину я не буду вслух произносить, а вторая – и чтобы деньги были. Вот если у вас это будет, все остальное приложится. Спасибо. Спасибо большое.